Вот это да, друзья! Посмотрите, как у нас природа перепутала время года. Сегодня у нас 1 ноября. И посмотрите, весенние цветы, крокусы. Вот они, красавчики. Целая поляна вдруг высыпали неожиданно. Хотя день этот у нас сегодня, друзья, оказался очень противоречивым. Переменчивым и неожиданным. Ну вот ноябрь во всей своей красе он себя сегодня показал. Вот как у нас меняется погода, вы только посмотрите. Как я удачно забежала здесь под козырек на остановочку. А вдруг такой хлынул дождь. А светило солнце 5 минут назад. Вот это вот воистину английская погода, друзья. Ну вот, дождь такой стремительный. Стремительно начался. И, наверное, сейчас так же стремительно закончится. Сейчас посмотрим. Вот, слышите, как барабанит? Я сейчас не удивлюсь, если опять выглянет солнце и будет радуга. Вы знаете, запросто. Вот видите, он порывами такими дождь. Сейчас, по-моему, он у нас закончился, да? Да, точно. Посмотрите. Радуга на небе. Вот, пожалуйста. Вот такая прелесть, да? Может такое быть? Коромыслом двойная. Боже, какая красивая. Вы только посмотрите. Вот тебе, пожалуйста. Уже сегодня второй раз у меня такая радуга. Все небо коромыслом было. Как здорово. Вы только посмотрите на эту прелесть. Ну, конечно, может быть, она не такая яркая, с изнаэкранной. Но, тем не менее, через все небо. Я не знаю, почему. Ну, вот ветер. Сейчас опять все разбудит. И вот я ходила по набережной, записывала вам видео. Рассказывала еще некоторые интересные моменты. Кстати, это будет немножко попозже. Я сейчас вам хочу показать, как вдруг, неожиданно, погода сменилась. Налетели тучи, закрыли солнце, и вдруг хлынул дождь. Спрятаться на набережной вообще негде. Здесь эти домики, но они все без козырьков. И, вы знаете, я так промокла. Ну, и не прошло пяти минут, как все опять разъяснилось. Опять выглянуло солнышко. И, представляете, вот такая огромная радуга на небе. Я решила, конечно же, вам снять эту радугу на камеру. Потому что такое редкое природное явление. А сегодня, в честь первого дня последнего месяца осени, ноября, вот у нас сразу две радуги в день. Необычно. Вы знаете, друзья, у меня спрашивают, какая температура в Англии, почему вы не говорите. Ну, я могу сказать, вот сейчас температура плюс шестнадцать. Ветер, как вы слышите, очень сильный. Я его, конечно, убираю, и у меня озвучка идет поверх. Вообще, могу сказать, что вот температура октябрь, ноябрь, декабрь практически одна и та же. Плюс пятнадцать, плюс девятнадцать, иногда двадцать-двадцать два. А ночью плюс пять, плюс десять. Вот так. Дожди перемежаются с солнцем. Погода вот такая чисто английская. Я, раз уж гуляю по этой набережной снова, пришла сюда сегодня специально, чтобы вам показать вот этот обрыв, который здесь вдоль всей набережной. Вот так страшно нависает. Там немного закреплено, но закреплено какой-то сеткой непонятной. Это, конечно, наверное, просто, чтобы чуть-чуть не обсыпалось людям на голову мелкая вот такая вот галька. Вот здесь наверху какими-то деревянными щитами прибили, стараются укрепить этот обрыв. Но вообще, знаете, я сомневаюсь, что это что-то может сдержать. Ну и, наверное, поэтому вот здесь, на этой набережной, в основном, под этим обрывом стоят пляжные домики. Потому что такое опасное здесь место. Вот такие обвалы почвы случаются нередко, особенно сейчас, в зимнее время. Почему-то вот происходят такие обвалы. Как-то странно, что местные власти не особенно беспокоятся об этих страшных местах. И вот никогда не написано, что здесь опасность, что здесь опасно гулять. Наверное, потому что никому еще на голову ничего не свалилось и никого не убило. Поэтому вот так вот, как говорится, спустя рукава к этому обрыву и отношения. Ну, посмотрите, вот опять там, если вам видно, закреплено досками. Но это разве что-то может удержать? Как-то может закрепить этот берег, этот обрыв? Я не понимаю. Край обрыва. Мы сейчас с вами посмотрим, как это выглядит сверху, друзья. Давайте полюбуемся на ту же самую набережную с этого обрыва. Вообще, для меня это просто какой-то ужас совершенно непонятный. И я даже не знаю, где безопаснее жить вот здесь наверху, вот этим вот людям. Либо там под обрывом находиться. Непонятно. Здесь вот опять самое узкое, самое страшное место. Сейчас я постараюсь вам его показать. Вы знаете, очень страшно. Я, по-моему, уже показывала, друзья. Я вообще даже не представляю. Я сейчас протяну руку. Покажу вам. Ну, это просто, вы знаете, катастрофа. Сказать по правде. Я лучше вот так отбежать и показывать. Я не знаю, сколько простоит вот эта здесь тропинка. Скорее всего, что она тоже в скорости обваливается. Для более полного ощущения я покажу вам сейчас снизу опять это все. Вот даже приближу камеру. Посмотрите, может быть, видно вам. Вот там вот виднеется зелененький заборчик, возле которого только что я гуляла. Солнце, не знаю, видно ли будет вам. Вот смотрите, видите, здесь отгорожено вот такой вот огромной металлической оградой, заграждение вот такое. Этот вот обрыв. Вот там внизу обрыв, как вы понимаете. И, наверное, специально сейчас уже люди сами, те, кто здесь живет, вот в этих домах, они решили вот так себя обезопасить. Они огородили, помимо вот того заборчика, еще вот таким вот металлическим ограждением. Для чего это сделано? Как мне объяснили, это для того, чтобы здесь к краю не подъезжали машины и не продолжали, как бы сказать вам. Ну, то есть, чтобы здесь вот эту как-то опасность постараться минимизировать. То есть, не в том плане, что вдруг машина может оборваться, а в том плане, что если она по краю едет, то она способствует тому, что почва оседает. Но, по-моему, здесь бы, как бы, знаете, уже бы лучше вообще закрыть для проезда транспорта вот эту вот улицу, потому что, видите, как она уже близко подступила, обрыв так близко подступил к этим домам. Вот я дальше вам показываю, я прошла немножко дальше, и вот обратите внимание, насколько здесь шире улица, и насколько здесь дальше стоят вот эти вот дома от обрыва. Здесь уже тропинка, потом еще одна вот такая вот дорожка, и только потом стоят в отдалении дома. То есть, здесь, наверное, им не страшно, если вдруг случится обвал. А вот к тем домам уже обрыв подступил очень близко. Вот, показала вам все во всей красе, и вы знаете, я вот вспомнила, у нас говорят, такая поговорка есть в России, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? Но ведь получается, что здесь же то же самое, и у англичан получается, пока жареный петух не клюнет, пока гром не грянет, никто не почешется, и вот такое вот нависает. Может быть, они уже привыкли к этому, я хотя не думаю, что к этому можно привыкнуть. Скорее всего, что люди, которые там живут, на этом страшном участке возле обрыва, они живут там давно, и уже им деваться некуда, смотреть на то, что произойдет в будущем. Потому что, вот, например, то, что дома здесь обваливаются, тоже нередкий случай. Есть у меня видео, я вам покажу сейчас, сверху всплывет, в правом верхнем углу, как обычно. Я вам рассказывала и показывала, как целые дома оседают и проваливаются. Ну, сейчас люди уже стали более осторожными, зная об этих обвалах, уже никто не станет покупать недвижимость так близко, в опасной близости к океану и к обрыву. Ну, а нам остается только пожелать этим людям, чтобы они в безопасности там продолжали жить, и никакой обвал их недвижимости бы не коснулся. Вот такое видео у меня сегодня, немного для вас противоречивое. Но, тем не менее, то, что просили рассказать, я вам и рассказала. Очень надеюсь, что сегодняшняя наша прогулка и мой рассказ вам понравился. Я оставляю вас наедине с океаном и с волнами. Не забывайте, друзья, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь моим видео и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного впереди. Вы об этом знаете. Всем, друзья, удачи! Берегите себя! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok